Здравствуйте дорогие друзья! Снова у вас в гостях программа анекдоты от А до Я. Давайте смеяться вместе! Осудили одного ярого преступника за множество убийств, грабежей, разбоев и приговорили его к электрическому стулу. И вот день исполнения приговора. Все собрались, заводят преступника в комнату, пытаются его посадить на электрический стул, но он не влазит. Вес его 220 килограмм. Он и так садится, и так и не влазит в стул. Казнь останавливается. Судья говорит, давайте садим преступника на диету и переносим казнь. Проходит месяц. Через месяц та же самая процедура. Заводят преступника в комнату, пытаются посадить на электрический стул, а он тем более не влазит. Его взвешивают, а у него 250 килограмм. Секундочку, подождите, вы посадили его на диету? Он говорит, да, посадили. Да что же это такое? Давайте еще раз перенесем. Ну вообще, давайте так. Вообще, чтобы никакой жратвы. Так поддерживаем водичкой его, а все, жратву полностью исключаем. Куда это же догодится? Ну и перенесли казнь, как договорились, через месяц опять заводят преступников в ту же самую комнату, пытаются опять его засунуть в стул, но он не влазит. 320 килограмм. Тогда судья не выдерживает, говорит, подождите секундочку, мы посадили вас на диету, мы теперь кормим вас одной водой. Почему вы не худеете? Он, ну не знаю, стимула нет. Прикинь, в Коста-Рике люди намазывают руки соком каучукового дерева, потом машут ими, а руки высыхают, каучук высыхает, и получаются перчатки. Классно. Представляю, как они там презервативы делают. Купил тебе вообще путевку в Боливию. Да ты что? Это же такая страна, с одной стороны, экзотическая, с другой стороны, страшная, там же такой бандитизм. И вообще, какая компания? Компания «Турист». Да ты что? Ты что делаешь? Компания «Турист» это же аферисты. Они привозят клиента в аэропорт, а затем в аэропорту оставляют, и все. Да я знаю. Девчонки, если у вас спросят, что вы больше всего хотите, миллиард евро или меня, говорите, что меня. Потому как денег вам все равно не дадут, а со мной весело. Индивидуально врачи изобрели таблетки от похудения. И сразу к ним образовался такой наплыв пациентов. Каждый хочет похудеть. Един мужик приходит, хотелось бы похудеть. Говорит, одна таблеточка, худеешь на 5 килограмм. Давайте, доктор, конечно. Он берет таблеточку, только принимать ее, говорит, перед сном, после ужина. Ну, говорит, все, услышал, понял. Приходит мужик домой, сел поужину, принял таблеточку, лег спать. И ночью ему снится, что приходит к нему прекрасная мадемуазель. Такие объемы у нее, вся великолепная. Он бросается на нее, и всю ночь он с ней занимается любовью. Утром просыпается, принимает душ, идет на весы, точно похудел на 5 килограмм. Он так в следующий день опять таблеточку съедает, опять худеет на 5 килограмм. Придя на работу, сослуживцы его увидели, один друг говорит, слушай, Вован, а как тебе удалось так похудеть? Он говорит, ну вот врач такой-такой придумал такую таблетку для похудения. В день принимаешь после ужина и худеешь на 5 килограмм. Тут записывают координаты этого врача, бежит к этому врачу, записывается на прием, попадает к этому врачу. Тот ему объясняет все, что вот так и так принимаете эту таблетку после ужина на ночь. Он едет домой, поужинал, принял таблетку, лег спать. И тут ему снится, что открывается дверь, и в квартиру заходит здоровенный негр. Начинает гоняться за ним по комнате, пытается сорвать с него трусы, тот от него удирает, он не может от него никак удрать. И он загоняет его в углу и таки догоняет. Тот от кошмара просыпается утром, идет в ванную, принимает душ на весы. Точно похудел на 5 килограмм. Он приходит к врачу и говорит, доктор, вы знаете, так в общем-то все хорошо, как вы и сказали, похудел-то я на 5 килограмм. Ну почему такая несправедливость? Ну почему? Вот мой друг, ему нормальный сон приснился, все хорошо, а мне такая гадость. Он говорит, секрета большого нет. Просто ваш друг обратился ко мне частным образом, а вы оплатили через больничную кассу. Ой, Фирочка, я стал вот такой жирный, просто ужас, просто кишмяк какой. Это, Софочка, ты не жирная. Вот поверь мне, если ты на Земле весяшь 120 килограмм, то на Марсе ты будешь весить всего 45 килограмм. Поэтому ты не жирная, ты просто живешь не на той планете и все. Приходит мужик домой, заходит на кухню, порылся по кастрюлям, когда за ним на кухню зашла теща, он говорит, слышь, теща, а сгоняй-ка за сигаретами. Говорит, ты что, оборзел? Говорит, штуку плачу. Она говорит, штуку? За то, чтобы я сходила за сигаретами? Он раз раз слюнявил ей тысячу гривен, дает-то берет. Все, дорогой, сейчас бегаю. Побежала, принесла ему пачку сигарет. Говорит, подожди, теща, ну ты вот бегала за сигаретами. Что не могла сразу пивка да бутылочку водочки взять? Ты что, с ума сошел? Вообще оборзел? Говорит, я штуку еще плачу. Та так подумала, думает, ну что себе штуку платит, купи там пару бутылочек пива и бутылочку водочки. Говорит, давай. Она с удовольствием опять побежала, принесла ему бутылочку водочки, пивка. Тот открыл пиво, открыл водку, наливает себе водку, пивка, выпивает, курит сигареты. Говорит, слышь, теща, а дай я тебе умажу между глаз. Говорит, ты что, вообще наглый штуку плачу? Две. Ну давай две. От слюня ввел ей две штуки. Как даст ей в лоб? Она брык со стула. Тут телефонный звонок. Он берет трубку, смотрит, любимая звонит. Говорит, да, любимая. Говорит, ты маме отдал пенсию? Говорит, да вот, потихоньку отдаю. Муж с женой два часа ругались, и вдруг она замолчала. Он, а, что замолчала? Что, сдулась, да? А, а? Она, нет, не сдулась. А что ж тогда? Ты понимаешь? Просто пока мы ругались, я уже представила, в какой позе мы будем мириться. Поэтому быстро марш в спальню. Вы знаете, друзья, в меру своей деятельности мне приходится очень часто ездить по разным городам на машине. И вот к какому заключению я пришел. Вы знаете, заезжая в любой населенный пункт, если ехать по хорошей дороге, проезжаешь к дому мэра. Скажите, а вы верите в конец света? Ну, верить-то я верю. Но только откуда вы узнали, что меня зовут Света, а? Спасибо, дорогие друзья, всем тем, кто досмотрел нашу передачу до конца. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. В общем, радуйтесь, делитесь нашей программой со своими друзьями. А мы не прощаемся, мы говорим вам до скорого свидания.